Приветствую всех, дорогие друзья! Приветствую на нашем канале, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс и еще один риэлтор во Флориде Денис Бачков. Денис работает со мной в одной команде. Я вам хотела сегодня представить Дениса. Многие из вас, кстати, уже Дениса знают, но вот работаем мы уже два года вместе почти, по-моему. Два года с лишним. Да, с лишним, да. Мы одна команда. Да, приветствую. Представляйте, да. Я знаю, что ты не скромный. Да, спасибо большое, Надя, за то, что сегодня мы получили возможность сделать съемку вместе. Приветствую всех на канале, да, те, кто со мной знаком раньше, может быть, с других обзоров. Кто не знаком, да, меня зовут Денис Бачков, я риэлтор также в Центральной Флориде и города Орландо. Работаю в команде. Сам вообще изначально я приехал из Москвы, но родился в Узбекистане, в городе Ташкенте. Поэтому всем своим землякам придаю привет. Да, вырос в Ташкенте, да, потом переехал жить уже в другую страну. Получил образование, закончил, также я в Узбекистане закончил юридический факультет, правовед, в специальности. Здесь я получил лицензию риэлтора и теперь вот работаем вместе с Надей, нашим красивым солнечным Орландо. Сегодня мы хотели показать вам интересный обзор, мы хотим сделать специальный обзор именно вдвоем, потому что нам сегодня нужно сделать именно специальную экспертную оценку дома двумя глазами. Да, друзья, мы очень часто с Денисом работаем вместе, особенно над дистанционными клиентами, покупателями. Два глаза хорошо, четыре лучше, одна пара глаз хорошо, две пары лучше, потому что что-то я могу не заметить, Денис увидит. Тем более как мужчина, Денис достаточно хорошо технически подготовлен, может, естественно, Денис не инспектор, вообще ни в коем случае, но по крайней мере может приблизительно посмотреть протечки трубы, водрохитеры, там кондиционер, сервис был, не был, там что-то где-то открыть, и это очень-очень помогает, потому что люди нам доверяют, и нам очень важно, чтобы наши клиенты остались полностью, совершенно полностью довольны тем, что они покупают. Обычно наши клиенты едят в дом, когда они уже приезжают в день закрытия. Чаще всего так. Чаще всего так. Это большая ответственность лежит на нас с Денисом, поэтому мы очень стараемся ничего не упустить, но, естественно, потом будет проходить инспекция, которая выйдет что-то больше, но первоначальный какой-то обзор, первоначальная версия инспектор, да, мы как-то риэлторы уже давно на этом рынке, приблизительно знаем, на что обратить внимание. Ну да, очень важный момент получается, потому что, конечно, инспекция нужна, инспекция обязательно нужна, это дополнительная информация о доме, его состоянии, но прежде чем мы зайдем под инспектор, сначала должны зайти под контракт, а чтобы зайти под контракт, нам нужно сразу же хотя бы уже по каким-то основным моментам понимать, а на что стоит обратить внимание, а на что мы можем сразу же попросить у продавца, например, скидку, или не просить скидку по каким-то нюансам, поэтому первоначально какие-то технические характеристики, где-то как, помимо того, что есть описание дома, пермит и все такое прочее, есть все-таки какие-то коммуникации, внешние отделки, насколько там приблизительно правильно установлены какие-то моменты именно технического характера, там как розетки, электрические панели, как смотрится кондиционер, как смотрится водонагреватель, и в дальнейшие моменты, например, даже посмотреть, в каком состоянии, значит, находится там оплайн, создая эта вся техника, как выглядит там... Конечно, это все визуально, мы не имеем права... Визуально, да, по крайней мере, ты видишь хотя бы, что он в хорошем состоянии, там, или стиральная-сушильная машина в хорошем состоянии, или они снаружи симпатичные, а внутри все уже давно ржавые, это только мы сейчас можем увидеть предначально, потому что обычно покупатель приезжает, выбирает дом, смотрит все, что ему нравится, но так как у нас покупатель дистанционно приобретает недвижимость, мы сейчас за него должны будем посмотреть все намного более внимательно. И очень большая ответственность, как я сказала, лежит именно на нас. Друзья, сейчас Денис, у нас мы будем меняться, Денис, с той стороны камеры, я вам хотела рассказать, какова сегодня история, которая нас привела в этот дом. Сегодня мы будем смотреть для клиента два дома. Второй дом будет в следующем выпуске, оставайтесь с нами и ждите следующий выпуск. Два дома. Сейчас мы вам покажем и пройдем, просмотрим дом номер один. Этот дом находится, оба дома, кстати, находятся буквально в одном месте, через дорогу, можно сказать, друг от друга, да, то есть где-то буквально в минуте двух езды друг от друга. Хорошо, давайте я вам расскажу по поводу этого дома. Дом был построен в 1994 году. Здесь четыре спальни, два самоузла, 1513 квадратный фит в переводе на метраж, приблизительно 140 квадратных метров. Огромный участок, в принципе, в моем понимании, потому что для этого места это очень хороший город, и участок достаточно большой, 0,22 акра. Что я пропустила? Эчуе здесь, ассоциация всего 15 долларов в месяц, но здесь у них нет вот этих вот community amenities, да, то есть нет clubhouse, вот, но зато в этом доме есть собственный бассейн, поэтому, в принципе, общественный бассейн тем, кто будет здесь жить, кто купит этот дом, он не нужен. А что у нас по локации и с каких здесь школы? По локации мы находимся, Юля вставит потом адрес, мы находимся в городе Авида. Этот город находится в 30 минутах езды на восток от downtown Orlando. Это такой семейный город, очень и очень семейный, и здесь одни из самых-самых лучших школ центральной Флориды и Орландо. Буквально здесь через дорогу пешей доступности, минут семь пешком можно с детками даже на велосипеде проехать. Отличная elementary школа и отличная middle school. И очень-очень хороший Haggerty High School находится в двух милях от дома. Ну, там уже детки наши будут взрослыми, будут сами водить машину, но две мили это недалеко. Но буквально вот за пределами этого комьюнити находятся две отличные школы. Друзья, еще хотела сказать, что дом находится в таком кул-де-сак. Это непроезжая улица. Сюда только могут подъехать машины, которые принадлежат домам или гости, кто живет здесь. Вот мы сейчас возвращаемся к Денису, и он нам покажет дом. Начну показывать дом. Как видите, да, вот это вот такое идеальное расположение дома, когда нет проезжих каких-то машин. Здесь только, получается, машины соседей и гостей. И это очень классно, очень многие этот момент любят. Особенно, когда это касается семей с детьми. То есть можно здесь спокойно детям убегать, играть и на велосипеде кататься. И никакие машины здесь просто так гонять не будут. Это очень здорово. Здесь очень много живет детей. Просто невероятное. Это очень семейное комьюнити. И, кстати, комьюнити находится вокруг огромного гольф-поля. Это гольф-комьюнити. Для всех любителей гольфа, да. Смотрите, начнем с технических обзоров нашего дома. Сегодня мы смотрим дом 2004 года. Конечно же, у него есть какие-то уже просадки. Как, например, на данный момент мы видим небольшие трещины на драйвее. Но это очень еще приемлемо. Здесь нету каких-то расхождений плит. В хорошем состоянии можно оставить так, как есть. И пока что этим пользоваться в таком же виде. Главное, что наш дом в хорошем состоянии внешне. Он покрашен был не так давно, ну и не так уж буквально вчера. Потому что уже есть запыленные поверхности. Но при этом мы видим, что не выступают никакие трещины насквозь. Снаружи мы еще потом об этом посмотрим. Да, я хотела добавить, потому что я именно... Я был тот, кто подтягивал пермиты. Краска не старая совсем. По-моему, два года назад. Но они еще добавили какой-то слой, который дольше держит краску. Гарантия дольше. Ну, это как раз вот видно, что обычно, да, если трещины закрашивают, то они там через полгода снова появятся, если дом ползет. Здесь уже мы видим, что все нормально. Он уже прополз, уже прополз все, что нужно, да. Все выставил, выставил. Кстати, гаражная дверь, новая тоже недавно была заменена. И посмотрите, обратите внимание, Денис, обратите внимание на керпопил, да. Это вот входная зона в дом, очень все ухожено. Кстати, все комьюнити нереально ухоженное. Пусть 15 долларов в месяц, как бы, ну, понимаешь, есть такой миф есть, что чем дороже ассоциации, тем лучше ухоженнее. Ничего подобного. Вот здесь очень... Каждый хозяин за собой ухаживает, отвечает за каждый свой ландскейпинг. То есть все сами стрягут траву. Может быть, у них здесь есть какой-то один общий наемная компания, которая их одновременно... Чаще всего так и бывает. Нанимают одну компанию, они приезжают в один день. Потому что сейчас я вижу, у нас, например, вот у соседей пострижен, а вот на этом участке еще не приведено в порядок, поэтому может быть в минус как-то разный приход. Но в любом случае это все того стоит, если вы сами себя обслуживаете, и при этом не переплачиваете выльчуэй за какие-то дополнительные услуги. Конечно. Заходим в аунукель. Ой, давайте зайдем. Немножко жирковато. Да, у нас при входе здесь сразу уже располагается такая хорошая широкая зона прихожей. На полу у нас здесь постелена хорошая плитка, очень качественно сделана. Под дерево, да. Все под дерево, смотрится все очень эстетично. По бокам мы сделали вот такие вот оригинальные какие-то оформительные декоративные панели. В принципе, ничего особенного, но при этом уже смутить другой сразу же. Посмотри, дом покрашен тоже было внутри буквально недавно. Они одновременно красили экстериор и интерьер. Еще выведены стены, здесь выровнены стены, и также снят поп-корн с потолка, и также выложены, и перекрашены. Кстати, потолок высокий. Для старой постройки дома потолок очень высокий. В 90-е годы как раз вот в эти годы промежуток строили такого плана дома, что они были с более высокими потолками, с такими вот арочными проемами, как вы видите сзади. И здесь мне еще что нравится, приходится, при входе сразу есть гардеробная. Это же очень классно, когда можно... Где можно поставить обувь. Где можно поставить достаточно много места для обуви, что-то повесить здесь, может даже зонтик бросить с улицы, и места достаточно для всего. При входе дальше у нас мы видим вот такое оформительское пространство. Здесь тоже вот старая архитектура 90-х годов, когда делались какие-то такие вот арки. Здесь они сделали оформление под зеркало. Тоже дает определенный свет и огнем. Далее мы с вами сразу же видим, с правой стороны мы попадаем в гостевую комнату. В гостевую комнату, да. Первая спальня в этом доме. Здесь на полу у нас уже хороший такой ламинат под паркет. Смотрится очень тепло, уютно. Это посылка цветовая гамма. Даже, значит, это что-то какое-то бамбуковое, типа, как под бамбук имитации. Кстати, возможный. Да. Здесь у нас окно бащера, подно стекло сделано. Но это еще приемлемо по кодам, потому что здесь хорошая алюминиевая идет опора, стекла хорошее качество. И также сама рама еще очень долго простоит. Какое-то время здесь не обязательно будет ее в ближайшее время менять. Потолок тоже. Также, да, выровнен, сводчатый. Здесь мы уже видим сделаны дополнительные спорты. Выведено электричество. Большая, хорошая люстра, вентилятор, который здесь... Ты знаешь, дом очень чистый, ухоженный. В том смысле я всегда обращаю внимание вот на эти вентиляционные отверстия. И очень часто вокруг них пыль от кондиционера. Вот. Кстати, кондиционер 2015 года, марка Train. Это очень высокая марка. Это как Mercedes, да? Да, высокое качество, да. И, видимо, они еще и хорошо ухаживают. И вот фены у них, кстати, потолочные вентиляторы, они у них новые всему дому. Здесь большая гардеробная, из гардеробной системы. Уже хранение сделано. Обычная, достаточно решетчатая такая история. Но хорошо, что и она уже есть, потому что обычно бывает просто какая-нибудь там полка перекладка. Итак, переходим мы теперь с нашей первой спальни-гостевой. Попадаем в зону столовой. Небольшое помещение, но с большим хорошим окном. Много света, шторы сразу в торжественной комнате. В отличие от того, как обычно, в американских стандартах, это бывает либо жалюзи, либо plantation шатерская. Тоже красиво, но шторы... Вот эти шторы, они очень легкие и придают просто уют. Хорошая комната для приема гостей. Правда, здесь не очень много места, но очень все так же уютно. Хорошо сделаны потолки. Делка по стенам. Пол у нас дальше продолжается. Вот этот весь плиток под дерево. И дальше уже за мной мы попадаем на кухню и жилую зону через эту большую аку. Давай, прежде чем мы попадем на кухню, мы посмотрим, что у нас здесь. Технические помещения. Давайте посмотрим. Да, с правой стороны у нас здесь уже сделана такая свежая плитка. И пороги везде они сделали под мрамор. Это тоже очень симпатично смотрится. Здесь у нас располагается техническая такая зона стиральной сушильной машины, много помещений для хранения бытовой химии. Здесь еще организовано одно пространство в виде такого, как линонглазит. Но здесь у нас можно тоже хранить все, что угодно для стирки и для всего, что нужно, по хозяйству. И с этой стороны у нас открывается гараж. На две машины. На две машины. Гараж достаточно большой. Достаточно большой. Не конечно, что он огромный. Но здесь есть место для хранения каких-то бытовых вещей, полки. А здесь тоже какие-то сделаны у нас столешницы для выставки. Обратим внимание, очень редко вижу в гаражах вентиляторы. Кстати, за последний месяц вот два таких гаража видел. Ну да, хоть что-то, чтобы здесь проветрило, потому что гараж не имеет кондиционера. Здесь у нас находится электрическая панель. Здесь у нас установлены датчики для полива территорий вокруг, да, спектра. И здесь у нас две вот этих вот, два этих емкости для смягчения воды. Здесь засыпается соль для того, чтобы вода была более мягкая. В доме по трубам не отказывались эти все кольцевые отложения. Вот наш кондиционер. Он хороший, в хорошем состоянии. 2015 года. И водонагреватель тоже отличный. General Electric 2013 года. Он еще как минимум за 10-15 лет поработает. Самое главное, что также мы видим, что дом был не так давно обновлен. В смысле, репайтинг сделан. Да, у нас есть новые трубы. Уже все по новому коду, по новому стандарту. Есть место для слива лишней воды. В общем-то, все достаточно правильно сделано. Друзья, теперь я к вам вернулась. Мы поделили обязанности комнаты между мной и Денисом. Здесь, посмотрите, такое помещение. Сразу вот скажу, открытая планировка. Высокий кафедральный потолок. Опять-таки, дает ощущение пространства, да, вот в этом во всем помещении. Здесь мы находимся на кухне. Что я хочу сказать. Шкафчики, они, скорее всего, оригинальные. Это оригинал, да, то есть те, которые были, я так думаю, в 94-м году повешены. Но они покрашены. Покрашены, интересно, так, знаете, под винточь какой-то антиквариат. Ну, винтажный стиль, хорошо смотрится. Винтажный стиль, да. Смотрится неплохо. Смотрится все чистенько. Но, возможно, новый владелец захочет сделать современную кухню. Это уже и вправо. Кстати, я вот заметила, здесь гранитная поверхность на острове. А здесь все осталось. Вот этот вот пластик, который идет как оригинальный. ДСП. Но, опять же, он в хорошем состоянии. Там нету сколов. Кстати, он в хорошем состоянии, да. Мы посмотрели, сколов нет. На первое время пойдет. Кстати, покупатель наш инвестор. Я этого не сказала вначале. У нас очень много всего в голове сегодня. Потому что нужно понять и в каком состоянии дом. И показать вам и инвестору. Этот дом будет какое-то первое время сдаваться. Я считаю, что очень хороший дом для сдачи. Особенно учитывая школы. Это будет семья, четыре спальни. Смотрите, здесь у нас большие клавишки вокруг. Очень удобно встроены такие шкафы. Здесь. То есть, все организовано. Все с полочками. Не то, что я... Я, конечно, люблю такие волки. Но бывает, там ничего нет. Никаких полочек. Все вот так вот навалено. Здесь все организовано. Для специй вот так вот есть иголочки. Вся бытовая техника в отличном состоянии. Вообще прекрасно. Ни к чему. Холодильник. Вообще какой-то новый. Современный такой все. Да, современный, новый. Мне кажется, здесь даже... Он даже не использовался. Такое впечатление. По-моему, очень чистый. Даже кулинки нет. Да, он вообще, по-моему, купил и поставил. Я его просто для уже... То же самое я могу сказать. Ну, плита, видно, использовалась чуть-чуть. Но очень-очень все в хорошем качестве. Состояние, вернее. Так. Вот эта зона для завтрака. Она небольшая. Учитывая, что он очень большой, да, то это вполне уютно. На самом деле, может быть, какие-то семи просто за островком будут есть. А здесь оставить свободно. Но, кстати, хорошего размера стол, который поставили вот в эту зону. Гостиная отличного размера. Кстати, я всегда смотрю в домах небольшой квадратуры. Я смотрю расстояние от дивана до телевизора. Здесь достаточно расстояния. Очень даже. Больше, чем достаточно. Посмотри, там тоже сделаны... Какая-то ниша, да? Такое ощущение, что там должен был камин быть, что ли? Это может быть какая-то часть трубы бывшей? Ты знаешь, может быть. Может быть. Ни на что не похоже. Для декорации и, может быть, для сбора. Вентиляторы опять. Мне очень нравятся, кстати, цветовые решения. Здесь. У них такие ситрён, как... Тёплое что-то такое. Бронза. С коричневым. Очень смотрится хорошо с этим комбинированным полом. Здесь вы не получаете переход от плитки к... Вот это мы не смогли понять, но я думаю, это... Мне кажется, это дерево. Денис думает, это дерево. Это панельная доска, имитирующая паркет. На паркет похоже? Похоже на паркет, да. Так, проходим мы... Ещё здесь у нас получается две спальни. Обратите внимание, конечно, двери, они в очень хорошем состоянии, но не те проёмы, которые мы очень часто видим в новых домах. Двери старые, оригинальные. Но всё очень хорошо профессионально выкрашено. Новый ковролин. По крайней мере, он похож на новый, в хорошем очень состоянии. Вот здесь вот они так вот оформили, поставили двухъярусную кровать для детей. Кстати, комнаты не... Они небольшие, но и не маленькие. Места прям хватает, видишь, и кровать можно поставить, и стол для учения. Да, здесь где-то прям 3,5 на 4,5 метра. То есть, примерно, где-то 16 квадратов. Это достаточно объёмная комната для спальни. Плюс большая, достаточно глубокая гардеробная внутри. Там идёт ещё внутри пространство. Опять-таки, обратите внимание, что потолок в каждой комнате сводчатый, высокий. Что делает, опять-таки, помещение более лёгким и визуально... Объём. Да, объём. Здесь, я так думаю, что здесь такого же размера спальня, похоже, да? Вот здесь 3,5 на 4, где-то 12-13 квадратных метров. У Дениса, у Дениса Глаза. Сразу уже по шагу вижу, да. Да, у Дениса Глаза уже как замер. Ну, самое главное, что в комнате, да, здесь тут пространство большое. Для... Даже queen кровать можно поставить, или twin. И здесь для письменного стола место, телевизор. Я считаю, что в старом фонде в домах это не кладкого размера. И тем более, они смогли сделать по планировке 4 спальни. Естественно, тогда получается, что спальни будут маленькие. Мы, кстати, следующий дом когда-то будем смотреть. А вы в следующем обзоре тоже его увидите. Я хочу обратиться, потому что квадратура такая же, но 3 спальни. Чтобы посмотреть, какие у них спальни. Но мне нравится размер спальни, больше не нужно. Здесь мы проходим гостевой санузел. Ну, у них тоже как-то все. Такое ассортид, да. Где-то... А где у нас был... А, мы еще там не были кварц. Где-то у нас кварц. Мы еще там не были. Здесь у нас мрамор. На кухне гранит и пластик. Ну, на самом деле, все очень чисто, аккуратно. Ну, не притраться. Ну, хорошая плитка на ванной. И ванная джекрежит. Там, кстати, можешь пройти, посмотри. Они тоже сделали акцентную такую хорошую, ну, красивую стену. Очень много ниш для шампуня и мыла. И ванная джакузи. Да, очень прикольно смотрится. Кстати, вот джакузи я что-то очень редко лежу. Обычно вот обыкновенные. Обыкновенные ванны. Так, и ребята, проходим в хозяйственную спальню. Ну, просто вообще очень классно. Смотрите, насколько она светлая. Сколько здесь окон. Ну, просто посмотри вот на эту стену. Вот это полукруглое окно, это вообще что-то, что-то нечто. Смотрите, какой объем. И сколько дается света в комнату. Там вот так вот прям можно наблюдать за красивыми облаками. Такое впечатление, что какое-то есть единение с природой. Потому что задний двор мы еще посмотрим. Там бассейн, очень большой двор. И вот это вот, если дверь, вот этот слайдинг-дор, да, в двери раскрыть, и ты, в принципе, в таком каком-то оазисе всегда находишься. Мне еще нравится, знаешь, что эта комната идеально расположена прям по центру дома. Она самая центровая, потому что вот он, этот гриф, который ведет именно центр. Это просто прям по фэн-шую, прям в самом центре находится. И получается, что у нас вот эта вот стена выходит как раз вот на сад. Параллельные вот эти вот объемы рядом идет, получается, спальня. А здесь у нас уже порча идет. То есть прям комната прям по центру дома находится. Очень классно. Мне уже на фотографиях она очень понравилась. Я очень хотела ее видеть. Кстати, в этой комнате, обратите внимание, поменены двойные панели. О, уже новые стекла, да, новые рамы. И они двойные панели. Да, уже обновленный стандарт уже здесь. И полы здесь опять такие же красивые, вот имитация бамбука. Но это ламинат, имитация бамбука. Очень хорошо смотрится. Теплый такой эффект идет. Да, мне нравится очень. Это хозяйская спальня. Посмотреть сильно. Мы походим в хозяйскую ванную комнату. Здесь они опять что-то накрасили. Тоже какой-то рисунок сделали. Прям тоже. Смотрится приятно. То есть я понимаю, что это не новое, да, а хорошо использованное старое. Вся сантехника, все это поменяно. А, вот здесь у нас кварц. Здесь уже кварц. Да, и мне чуть-чуть не хватает, конечно, второй. Это не всем нужно. Но второй вот раковин, ее можно поставить, это не будет сложностей. Или просто пользоваться одной. Душевая кабина, она не новая. То есть здесь еще фрейм, да, вот эта рама есть. Это старого образца кабины, но все очень чистенько, вымыто, блестит и очень приятно. Ну да, современные лейки, по крайней мере. Не высоко стоят, но лейки. У них там, понимаешь, ступенечки, ну да, они высоко, вот это, конечно, если будет высокий хозяин. Переставить себе. Градется на каленках. Здесь уже нет джакузи ванны с окном, жалюзи есть. Ванна здесь не старая, кстати. Она не оригинальная, это уже когда-то было заменено, потому что старые ванны были такие странные формы выглядеть здесь. Вот такое соседство, видно забор, а тут еще какой-то шед стоит, да? Да, там вроде саранчиков. Это есть гардеробная. Гардеробная была приятно удивлена, я думала, это будет просто как шкаф, но это такой ловкин-клозак. Достаточно глубокая, не очень большая, конечно, но есть место для хранения. Вот, и туалет, кстати, а, я думала, не закрывается, дверь не закрывается. Да, к сожалению, нет дверей. Ну, кстати, там установить, по-моему, вообще не проблема будет, потому что есть пространство, куда даже сделать пакет-пакет, да, да, чтобы в стену уходило, например. Там есть пространство. Вот, посмотрим, как выглядит теперь у нас с этой стороны вид на бакьярд. Давайте, может быть, на бакьярд пойдем. Друзья, хотела обратить внимание, что двери тоже заменены. Заменены, да. Тоже двойная панель. Выходим на задний двор, и это просто какой-то рай. Немного не хватает для меня навеса, какого-то тента, да? Ну, здесь можно поставить, продаются целые... Можно поставить и перголу, и зонты, зонтики разные. Главное, что здесь пространство позволяет это сделать. Какой здесь прекрасный, вот эта вот секция с диванами. Кстати, у них новая система фильтрации к бассейну. То есть бассейн всегда с чистой водой. И с того состояния бассейна, посмотри, нет никаких трещин. Возможно, я этого точно не знаю, это нужно будет уточнять. Возможно, у них была какая-то переоблицовка, может быть. Может быть, ты что-то увидишь. Это почему, ребята, мы всегда предпочитаем вместе смотреть на дома. Но я не вижу ни трещин, ни словов. Нет повреждений, типа как что-то ржавчины, чтобы это было уже. Где-то вовнутрь проходило, и что-то... Ну, поверхность одинаково. Такое возможно у них. Мы не видим, когда они его ставили. Переметр, возможно, есть. Сейчас я не сомаю. Смотри, какой огромный участок. Шикарный участок. И так вот сейчас очень красиво смотрится. Здесь вот этот огромный куст агавы. Настоящий кактус такой. И с белым домом, голубым бассейном. Просто прям настоящие цвета Флориды. Огромные ставят. Вот это же манго. Дерево. Или это авокадо. Я думаю, это авокадо. Манго по-другому. О, манго листья более круглые, да? Ну, это да. А, нет, вот там что-то уже висит зеленое. Вон, большое. Да, точно авокадо. А, это авокадо дерево. Вот прям, вот прям, вот прям авокадо. Вот. Вот такое любое такое деревье. Слушай, нет, это не авокадо, это манго. Потому что, вот посмотри, вот они какие плоды здесь, от вытянутые. То есть это манго. Манго, значит. Садовники. Садовники. Ну ладно. А вот это, кстати, я думаю, бананы. Это банановые пальмы, точно, да. И вот это, наверное, я думаю, это ливон. Либо танджерин. Или танджерин. Танджерин, это смесь, да, манго. Цитрусовая смесь. Либо апельсиновое дерево. Шикарно. Да, вот шед у нас тут такой маленький, конечно, старенький. Но он нам особенно и не нужен. Да. Его можно и, если что, при необходимости отсюда удалить и поставить нормальное место, нормальное какое-нибудь место хранения такое, да. Кстати, вот на эти места нужно обратить внимание, пока мы и вам, друзья, показываем. Какой шикарный водонагреватель. Просто крутой. Это хитр для бассейна. Да. Хитр? Я такого не видел. Вообще крутой, огромный. Здесь вот эти как раз подачи воды идут. Это очень крутой. Вот подачи воды как раз здесь идут. У него отдельная выведенная, уже сразу же электрическая панель запитана. По-современному сделано. Здесь опять такие фильтрации системы. Здесь все обновлено. Все эти трубы. Я всегда как бы узнала. Кстати, когда Денис получал еще лицензию, я его ждала, чтобы взять вместе работать в одной команде. И видите, как он достаточно технически подготовленный, понимает, где какая коробка. Я, на самом деле, думала, это новый тренд, вот этот кондиционер. А вот, кстати, он, скорее всего, с той стороны. Да, где-то там он есть. Здесь у нас еще вывод под розетки. На улице можно будет подключать какое-то освещение при необходимости. Вот такой у нас дом. Шикарный. Вот тут еще продолжение этого участка. Насколько все четко смотрится. Очень много места. Очень много места именно для детей. Выгуливать собак можно. И, не знаю, еще что-то, кого-нибудь здесь выращивать. Ну, ребята, есть минус в этом доме, о котором я знаю. И я уже поделилась и с клиентом. И скажу вам, крыша в этом доме 2007 года. Это достаточно старая крыша. Ее нужно менять. И мы будем пытаться потоковать. Что-то у хозяина на новую крышу. Но хозяйка сказала, что она недавно проходила инфекция, она в хорошем состоянии. Но для страховых компаний нужна будет, опять-таки, инспекция специальной крыши B-Mintigation. После этой инспекции они все просмотрят. Если крыша действительно в хорошем состоянии, то со страховкой будет все в порядке. Также они могут сказать, что нет, нехорошо, и страховку просто не дать. Вот здесь вот такой один минус. Может быть, даже сказать два, да, то, что год 1994 года, как бы он постарше. Ну, Денис, я не знаю, как вот ты, но я думаю, что в те годы дома так прочно строились, что с ними ничего не случается. Я удивляюсь над домами, которые продаются. И год постройки у них 54-56. При этом они блочные. И ни один блок, ни один блок не треснул. Нигде даже не просело скрепление. Потому что качество было намного выше, даже чем сейчас, которые строят дома. И об этом говорят даже все инспекторы. Ну да, и вот на что, если старые постройки дом до 2004 года, в основном обращают внимание на крыши, кондиционер, пламень. А здесь был уже сантехнику, трубы. Здесь уже было сделано репайпинг и, скажи мне, я тебе скажу, крыша, кондиционер. Электрика. А, и электрика, да. Здесь, кажется, все в порядке. По электрике там я видел, что немножко устаревший этот панель. Конечно, могут заставить менять. Могут заставить менять, потому что по новому коду необходимо, чтобы в каждой розетке, которая находится в мокрой зоне, был дополнительный предохранитель от попадания влаги и вообще короткого замыкания. Если нету в розетках, чаще всего дополнительно устанавливается прям непосредственно в электронной вот этой панели. Уже брекеры устанавливаются с этими предохранителями. И тогда весь дом уже обеспечен вот этой защитой, что очень хорошо проходит по инспекции. Но это здесь не проблема. Я также думаю, что и не проблема в случае чего даже на замену крыши, если будет необходимость. Ну, продавцы, в принципе, сами достаточно всегда хорошо понимают то, что свет, солнце. Свет, жарко. Да, продавцы понимают свою оценку своего дома, но также чаще всегда идут навстречу, чтобы договориться с покупателем. Да, дом, кстати, я не назвала цену дома. Цена дома очень приятная, 459 тысяч. Этот дом стоит до 500 тысяч. Это нереально. Дом с бассейном в районе с хорошими школами. Цена до 500 тысяч долларов. 459. Супер. Берем. Ну что, ребята, мы на этом прощаемся с вами с этим домом. Будьте с нами, оставайтесь с нами до следующего выпуска, мы вам покажем второй дом. Ну что, друзья, спасибо, что были сегодня с нами, спасибо за этот обзор. Делитесь информацией и вашими впечатлениями об этом доме. Мы все это посмотрим, прочитаем. И мне ужасно нравится вообще само расположение дома, вот этот бакьяр. Нереальная тишина. Сегодня мы находимся, да, сейчас у нас день. Рабочий период такой, значит, по кругу у нас достаточно много таких дорог крупных, да, здесь расположение. Но сейчас мы находимся просто в абсолютной тишине. Это говорит о том, что дом прекрасно расположен, очень уютное место. И плюс еще такой огромный лот с бассейном. Очень много преимуществ у этого дома для того, чтобы быть выбранным нашим покупателям. Ну, уже мы посмотрим, что будет в следующем доме. А на сегодня всем спасибо большое. Пока-пока, до новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова